Кубок Содружества – это целая серия турниров по хоккею. Организаторы подчеркивают, мероприятие не разовое – собирать хоккеистов из разных уголков мира на одном льду планируется ежегодно. Кубок Содружества призван объединять спортсменов разной национальности. Главная идея турнира – это развитие и укрепление многоциональных связей нашей страны, страны СНГ и дальнего и ближнего зарубежья. Это главная концепция. И более того, хочу сказать, что в городе Сочи это первый турнир с такой концепцией. И сам Бог велел городу Сочи принимать именно этот турнир. Первый этап серии турниров в самом разгаре. Сегодня на Сочинском льду. Клюшки скрестили лидеры с аутсайдерами – краснодарские акулы и казахские медведи. Первые, настроившись лишь на победу, практически не подпускали соперников к своим воротам. Медведи из Алматы забили лишь три шайбы, а вот кубанские акулы – целых десять. Хотя сами лидеры оказались достаточно самокритичными. Сильные, так что у нас есть игроки, которые очень хорошо обыгрывают других, ну а слабые. Мы очень много времени в своей зоне проводим, ну в обороне. Не можем выйти в атаку. В итоге краснодарцев досрочно объявили чемпионами. Все остальные борьбу продолжат за второе и третье место. Победителям вручат эксклюзивные именные кубки Содружества, разработанные дизайнерами специально для международного турнира. Специальный же приз от главы города Сочи Анатолия Пахомова получит самый лучший игрок. Участие в первой серии ежегодных турниров помимо команд из разных регионов России приняли юные хоккейсты из Казахстана, Украины и Республики Беларусь. На осеннюю серию Кубок Содружества ждет команды из Армении, Грузии, Северной Осетии, Латвии. Переговоры ведутся с Китаем. Напомню, идею проведения подобного мероприятия в многонациональной олимпийской столице предложил Совет национальных объединений города Сочи. Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.